Дневной разворот Ну, я думаю, что мы будем говорить о диктанте не так уж и долго. Мы просто будем говорить об экономическом образовании, как все у нас сейчас происходит, как устроено. Об уровне экономических знаний. Об уровне экономических знаний, и населения в том числе, и специалистов. Кстати, у нас есть опросы на сайте нашем эхакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Вот сами свои познания в сфере экономики и финансов. Вы как оцениваете? По пятибальной шкале можно так выразиться? Да, по пятибальной шкале и пять вариантов ответа. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и полный ноль. Ну, а если говорить уж в целом и уже затрагивать наш первый час, то у нас, по большому счету, такой экономический, финансовый день сегодня в нашем эфире. Позволите, перед тем, как я обозначу все мы представим и мы представим наших гостей, я все-таки в качестве эпиграфа озвучу ту новость, которая появилась накануне на информационных лентах, ну, можно сказать, уже в нерабочее время. Ну, президент-то Путин работал. Так вот, президент Владимир Путин поручил правительству предоставить доклад по программе реструктуризации задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом. Это все вчера было вечером. Доклад поручено предоставить до 1 ноября. Поручение предполагает пересмотр обязательств регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, которые были заключены ранее. Вот такой эпиграф. Ну, и тема наша сегодня. Бюджет Кировской области на следующий год и последующий плановый период. И сегодня мы на эту тему будем говорить, во-первых, с Владимиром Быковым. Это председатель законодательного собрания Кировской области. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Лариса Маковеева, министр финансов Кировской области. Лариса Александровна, добрый день. С дебютом. С дебютом нашей студии. Это ваш, кстати, первый публичный выход. Удачи. Владимир Бакин, председатель комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств законодательного собрания Кировской области. Владимир Гаврилович, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Очень важная тема, очень серьезная. Но перед тем, как мы уже будем говорить о проекте бюджета, о парламентских слушаниях по бюджету страны, которые прошли в Совете Федерации еще 2 октября, и там были все, плюс еще Игорь Васильев был там. Все-таки вот несколько слов простым языком, чтобы наши слушатели понимали, к чему готовится, как обычно мы накануне нового бюджета слышим слова о том, что бюджет будет непростой, нужно затянуть. Обычно говорят, что бюджет будет очень трудный. Затянуть пояса. И так каждый год, 18 лет подряд. Шиковать не придется. Владимир Васильевич, давайте с вас начнем в преддверии. Да, просто коротко. Еще раз добрый день. Ну, у нас всегда говорят, что зима пришла неожиданно, и бюджет будет сложный. А ждать нужно то, что нужно, конечно же, работать и над принятием, и над исполнением бюджета. Вот мы участвовали в такая большая делегация Кировской области в Совете Федерации на проходивших там публичных слушаниях по бюджету. Возглавлял эту нашу делегацию Игорь Васильев, наш губернатор. Он, кстати, там выступил с небольшим докладом по проведению публичных слушаний. С большим докладом выступал Сирилланов. Он остановился. Глава Министерства Российского. Министр финансов. Да, ну, я думаю, что мы прекрасно понимаем. Там выступала также Голикова Татьяна. Это представители нашей счетной палаты. Что прозвучало? Прозвучало то, что все-таки мы ожидаем, что рост, в общем, будем говорить, нашей промышленности будет выходить на уровень мировых стандартов. И где-то будет подходить 2,8-3%. Это очень сложная задача. Но это, в общем-то, предстоит всем нам вместе сделать. Что самое главное прозвучало, это о том, вот вы уже сказали, что президент поставил задачу представить ему доклад по реструктуризации долгов. Вот прозвучало то, что на сегодняшний день наши долги будут рекомендованы на 7 лет. То есть, вот нам дается рассрочка выплаты платежей. Если мы сами будем работать и будем повышать свои собственные доходы, то мы можем выйти на рубеж выплаты наших долгов на 12 лет. Вот это, наверное, самое главное, то, что прозвучало. Если говорить о нашем бюджете, который публичные слушания прошли вчера, мы, в общем-то, Лариса Александровна выступила с таким полным докладом по всем позициям. Мы говорим о том, что доходы у нас составят 47,5 миллиардов рублей, расходы 46,7 миллиарда рублей. И профицит получается. И профицит 781 миллион. Я думаю, Лариса Александровна скажет здесь более конкретно по всем этим цифрам. Но хотел бы сказать, что бюджет у нас все равно социальной направленности. И более 65% уйдут как раз на вопросы социальные. Это образование, здравоохранение, соцзащита. И мы говорим о том, что мы никаких, даже на соцзащиту у нас идет увеличение по сравнению с прошлым годом где-то на 221 миллион рублей. То есть все социальные выплаты, все обязательства мы будем выполнять. И исходя из этого, здесь мы говорим о том, что нам необходимо создавать новые рабочие места. Нам нужно выводить нашу экономику из тени. Особенно, я вчера на публичных слушаниях об этом говорил, это так называемая тема, это гаражный бизнес, так называемые гаражные кооперативы. Это тема, будем говорить, бытового такого обслуживания населения. Вот в этом направлении нам нужно работать. И я уверен, что если мы вместе, правительство, законодательное собрание, муниципалитеты, вот эту задачу будем выполнять, у нас должно все получиться. Хотя, вас поддержу, бюджет сложный. Да, все-таки сложный. Лариса Александровна, согласитесь, или не согласитесь, сложный, ну, чтобы вот каждый успел из вас высказаться, да, в нескольких словах так, в общем. А потом уже к деталям перейдем конкретным. Я, наверное, соглашусь, что бюджет непростой, но, наверное, бюджет никогда не бывает простым. Потому что из года в год ставятся какие-то новые задачи, которые необходимо реализовать в бюджете. И этих средств, тех собственных доходов, их всегда бывает недостаточно для решения всех задач, которые у нас, в принципе, существуют в нашей социальной сфере, и в наших каких-то инвестиционных расходах. Но хочу сказать, что бюджет следующего года, он обеспечивает деятельность наших бюджетных учреждений, государственных учреждений в рамках исполнения, возложенных на них полномочий. То есть средств для того, чтобы исполнить полномочия в проекте бюджета достаточно. Владимир Гаврилович, вы как человек опытный. Это уже который бюджет, Владимир Гаврилович, у вас? Это как считать? Ну, если 20-х скажут, не поверю. Если сейчас выяснится, что юбилейные, то не особо считал. Это так ориентировочно. Потому что те предыдущие годы я тоже рядом был с бюджетом и администратором налоговых доходов. Это же все это было. Что я хотел по слушаниям в Совете Федерации еще дополнить. Вот там раздел взаимоотношений с регионами озвучен был более полно, чем обычно в бюджетах предыдущих лет. То есть та проблема, которая возникла сегодня почти перед всеми регионами. Это государственный долг в большом объеме. Он не позволяет сегодня говорить о перспективе бюджетного планирования. Если на нас надвигалось 2019 год, когда мы должны были вернуть в бюджет федеральный взятые кредиты в объеме 10 миллиардов. То есть мы сегодня 780 миллионов показываем профицит, а там нужно было показать профицит в 10 миллиардов. Вы сами понимаете, что это такое. При бюджете в 47 миллиардов. При доходной части, да. Поэтому это очень важное мероприятие. И нам нужно сегодня, поддерживая это мероприятие федерального центра, мы должны в реализации нашего бюджета особые меры принять к тому, чтобы выполнить те условия. А там условия будут обязательно. То, что сегодня президент сказал. Минфин разработает условия. И обязательства регионов перед федеральным центром будут прописаны. Пока их нет. Мы знаем концепцию. На условии получения такой реструктуризации пока нет. Это все впереди. Это очень важно. Поэтому, принимая бюджет, сегодня Минфин нам передает бюджет уже в законодательное собрание. Начинается процесс работы в законодательном собрании. Это уже и комитет. Это уже пленарное заседание. И принятие бюджета 26 октября в первом чтении. А дальше процесс уже... То есть времени-то не так и много для первого чтения. По регламенту. 20 дней впереди. Уже осталось немножко поменьше. Значит, все у нас пойдет по плану. Небольшую паузу сейчас нужно нам сделать. Буквально половинка минуты и мы вернемся. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы еще раз напомним, кто у нас в гостях. У нас сегодня в гостях Владимир Васильевич Быков, председатель Закособрания Кировской области. У нас сегодня в гостях Лариса Александровна Маковеева, министр финансов Кировской области. Владимир Говорилович Бакин, председатель комитета по бюджету, налогом и иным доходным источником, который за эффективным использованием бюджетных средств законодательного собрания Кировской области. Мы, конечно, понимаем, что бюджет региона – штука очень и очень сложная, непростая. Давайте, чтобы понимать простым слушателям, всем нам, вот та реструктуризация, которую нам предоставит федеральный центр, насколько это важно для нас. То есть, вот как понять, что получить бюджет в условии в том случае, если будет предоставлено нам? Вы поймите правильно, что, если говорить простым языком, я завтра должен был отдать из своей зарплаты в 20 тысяч рублей 12 тысяч кому-то и жить на 8 тысяч. Сегодня у нас есть возможность в течение 7 лет отдавать 5% от той суммы кредитов. Это получается 800 миллионов. И вот мы будем отдавать, а остальные средства мы будем опускать на то, чтобы мы могли жить. Но самое главное – не просто жить, положив ручки, ничего не делать, а создавать рабочие места, то есть увеличивать свою доходную базу. Там ведь федеральный центр определенные условия еще доставляет. Да, и он эти условия еще выставит, потому что вот вы говорите, что там президент сегодня потребовал доклад, я уверен, что потом будут где-то какие-то поправки, потому что, как сказал Владимир Владимирович, не только наша область. И, кстати, мы вот по нашим долгам, мы не превысили ту планку, которая определена законом Российской Федерации по бюджету. То есть, мы не банкроты, как вот некоторые говорят. Нет, это такая жизнь, и кредиты берутся для того, чтобы выравнивать те ситуации сложные, которые возникают при исполнении бюджета. Вот на сегодняшний день то, что принимается правительством Российской Федерации, дает возможность нам, вот более будем говорить плавно, выйти из этих вот долгов. И если мы будем с вами работать так, чтобы мы будем увеличивать свои собственные доходы и выполнять те условия, которые нам определит Министерство Финансов и правительство Российской Федерации, мы можем, в общем-то, эту реструктуризацию продлить на 12 лет. Плюс там СМИ еще сообщили, если не ошибаюсь, одно из условий, это не брать новые коммерческие кредиты. Давайте я немножко прокомментирую еще. Я с Александром сейчас более подробно скажу. Значит, на сегодняшний день то, что озвучено президентом программы реструктуризации, это вообще очень своевременно. Почему? Потому что как раз те условия в рамках сегодняшних соглашений свидетельствовали о том, что мы должны уже в 2018 и 2019 году значительную сумму направить на погашение бюджетных кредитов. Я просто вам назову конкретные цифры, чтобы вы тоже ориентировались. В 2018 году это надо было погасить 5 миллиардов, и в 2019 году это где-то 8 миллиардов рублей погасить. Но это не увеличивая обязательства по коммерческим кредитам, то есть на их погашение необходимо было изыскать собственные доходы. А собственные доходы, если вы тоже видели из представленных документов в рамках бюджета, у нас бюджет по собственным доходам в текущем году 28 миллиардов рублей, в следующем он несколько будет выше. Но все же вы понимаете, сопоставление цифр как раз именно собственных доходов и государственного долга по бюджетным кредитам. Так вот, такое решение, которое принято на федеральном уровне, оно уже рождалось несколько лет, потому что субъекты Российской Федерации давно уже стали такую проблематику. И многие субъекты уже попали в такую ситуацию, когда они не выполняли условия соглашения, им приходилось возвращать за счет блокирования счета эти кредиты. В общем, были очень серьезные проблемы по текущему финансированию расходов, которые в регионах предусматривались. Свой список условий, там санкции каких-то есть по регионам, если они не рассчитываются. То есть, если условия не выполняются, в Министерстве финансов Российской Федерации применялись там и блокировка счетов, и все такие санкции, которые есть. То есть, как бы у региона блокируются счеты, и все деньги, которые поступают, идут туда, в государство рассчитывается. Да, совершенно верно. Это, конечно, аховая ситуация. Значит, какие условия реструктуризации, на которые сегодня мы уже знаем. Во-первых, это то, что, как уже сказал Владимир Васильевич, это реструктуризация кредитов на 7 лет. И в первые два года будет льготное условие по погашению кредитов, это по 5% от объема задолженности. То есть, вот от сумм общей задолженности по бюджетным кредитам 15,5 миллиардов, которые мы на сегодняшний день имеем 5%, составляет 881 миллиард. Поэтому сумма, как в 2018, так и в 2019 годах, она предусматривается к погашению за счет собственных средств. 2020 год, это 10% от объема задолженности, и в следующие годы равномерно по годам, как там будет складываться. Лариса Александровна, можно вот так уточнить, смотрите, вот, если бы не было реструктуризации, получается, что мы в ближайшие два года должны были бы вернуть 13 миллиардов рублей. 15, да. 15, да. Нет, в два года там было 5 и 8, это 13. Там у нас просто еще несколько сроков более дальние, но в этом году, да. Получается, что мы будем отдавать только где-то полтора миллиарда, чуть больше полутора миллиарда. За два года. За два. И то есть остальные средства могут быть использованы пока бюджетом как бы для развития. Зарачивание, да. Вот примерно. Я что бы хотел дополнить, вот та мера, принятая правительством Российской Федерации ранее, замена коммерческих кредитов на бюджетные, это уже подготовка к этой реструктуризации. Простите, давайте я еще раз попрошу пояснить, в чем отличие между коммерческими и бюджетными кредитами. Цена денег. Процент, ставка. Процент, ставка. Да, там 0,1 процента. У бюджетных. Или учетная ставка плюс коммерческий процент. Там 10, а то и более процентов. Вот разница. Банковские кредиты, это 10 и выше, а государственные получается. Сегодня, пользуясь, пользуясь, ведь вторая часть государственного долга у нас остается коммерческим кредитом. Мы также закладываем деньги на обслуживание этого кредита. И вот та ситуация, которая нас ожидала, если бы правительство не заместило нам коммерческие кредиты на бюджетные, то объем, направляемый на обслуживание коммерческих кредитов, был как раз равен той сумме, которую мы сегодня будем платить, возмещая уже тело бюджета. То есть, региональные бюджеты будут выдавать, точнее, обслуживать свои долги по кредитам, возвращая деньги в федеральный бюджет, а не в банки. В чем принципиальная разница? Это важная разница, безусловно. — А там конкретно с каждым регионом будет отдельное соглашение подписываться? — Естественно, там свои цифры у каждого. — По поручению президента, данное соглашение должно быть подписано до 1 января. — До 1 января 2018 года. — Правила-то будут определены одинаковые для всех регионов, но мы должны будем выполнить и подписать эти соглашения с Министерством финансов, с правительством Российской Федерации и строго их выполнять. Но вы понимаете, вот из того, что мы с вами сказали, что это действительно есть возможность, ну, будем говорить, в более таком щадящем режиме выполнить обязательства, которые нам определят. Не так, как это было бы, если бы не произошло решение то, которое сегодня состоялось и о котором мы уже говорим. И это уже, собственно говоря, в Государственной Думе. И если президент вчера определил задачу начать, мы уверены, что все это будет. Поэтому у нас уже в 2018, 2019 и 2020 годы, мы два года, как мы говорим, по 880 миллиардов, а в 2020 году полтора миллиарда. То есть это же не та большая сумма, которую мы могли бы выплачивать сразу. Поэтому вот в этом направлении будем работать. Ну, и я еще хотел бы сказать, главная задача стоит перед Министерством, финансовым правительством и депутатами Законодательного собрания. Это участвовать практически во всех программах, которые будут давать дополнительные средства для решения задачи. Дополнительные доходы. Да, дополнительные доходы. То есть нам в любом случае надо будет увеличивать собственные доходы бюджета. Так это понятно, что оно будет. А федеральный центр попросит конкретику, прям как вы собираетесь увеличивать собственные доходы, сколько там рабочих прессов будете создавать? Они будут анализировать конкретные цифры, которые у нас заложены в решении. Я не буду устанавливать какие-то цифры, что вот вы должны... Значит, по условиям реструктуризации, по предварительным темам, которые предполагаются, значит, что ставится задача, это обеспечение роста собственных доходов не ниже прогнозируемого уровня инфляции на следующий период. То есть на уровне Российской Федерации уровень инфляции прогнозируется в размере 4%. И когда вот мы цифры уже закладывали в рамках нашего бюджета, областного бюджета на следующий год, рост собственных доходов мы спрогнозировали на уровне 4,6%. То есть у нас было 28 миллиардов, а теперь станет больше на 4,6%. Да, на миллиард и 300 плюсом дополнительных доходов мы к уровню текущего года прогнозируем. И как раз ту задачу по росту собственных доходов, она как раз коррелируется с той задачей, которую ставит федеральный центр. Вот мы тут говорим про рост доходов региона, да, ведь министр финансов на этих парламентских слушаниях Антон Силанов заявил о том, что должна речь идти о росте доходов населения конкретно, да? Это зарплаты. Зарплаты, это рост зарплаты. Рост зарплаты это рост НДФЛ. Да, нет, это зарплаты, в том числе бюджетной сферы и реального сектора экономики. Это НДФЛ, правильно. Да, НДФЛ у нас же один из главных источников поступления. Он самый первый у нас сегодня в наполнении бюджета 15 миллиардов, 15 вместе с муниципальными бюджетами. Треть практически регионального бюджета это НДФЛ. Региональный еще муниципальный бюджет на прибавление. А, там консолидированный бюджет. Четвертая часть. Ну и, видимо, мы уже плавно переходим к тому, как мы собираемся наращивать свои доходы. Лариса Александровна. Ну, в рамках бюджета на следующий год, вообще, как и на федеральном уровне, заложено два основных принципа, которые легли в основном формирование бюджета. Это устойчивая, собственно, доходная база и сохранение тех положительных тенденций, которые отмечаются уже в рамках поступления собственных доходов и в текущем году. Вот мы проанализировали уже первое полугодие, рассмотрели, как на законодательном собрании на отраслевом комитете, итоги исполнения бюджета. Мы рассмотрели его и на заседании правительства, как раз отчет об исполнении за первое полугодие. И как раз та динамика, которая складывается по отчету, у нас свидетельствует о той работе положительной, которая у нас отражается и в экономических показателях. Вот просто объем собственных доходов у нас возрос к уровню прошлого года на 11% в текущем финансовом году. Во-первых, это связано с тем, что у нас предприятия развиваются, у нас повышается и дисциплина налогоплательщика, которая все же отражается в недопущении роста недоимки, которая складывается по платежам в областной бюджет. Но сразу забегая вперед, наверное, хочу сказать, что недоимка все же по уровню субъекта, по тем неплатежам, она все же остается достаточно выстокой для региона. Я, конечно, назову просто цифру, 1 миллиард 400, это сумма недоимки, которая складывается на сегодняшний день. Это по платежам в областной бюджет. Это по итогам первого полугодия, да? Ну и на сегодняшний день она такая же сохраняется, да. Но, по крайней мере, тенденции к росту нет. Это уже тоже положительный момент, который характеризует, что все же налогоплательщики платят, да, те суммы платежей, которые прочитаются. Ситуация удалось зафиксировать, можно сказать. Ну и что нацелено в рамках бюджета, это все же заинтересованность муниципальных образований в наращивании собственной доходной базы. Регулярно поступали предложения от муниципальных образований, как раз стимулировать их тем моментом, чтобы оставлять финансовую помощь в муниципальных образованиях на ту сумму дельту, которую они, муниципальные образования, получают в виде дополнительных доходов уже в ходе исполнения бюджета. То есть заработали, предположим, 1 миллион дополнительно. Да, и им оставить этот миллион как раз в муниципальном образовании, для того, чтобы их как-то заинтересовать, для того, чтобы они более плотно работали с предприятиями, более плотно проводили работу по тому, чтобы вывести эти предприятия или каких-то людей из тени, которые там работают, скрытые у заработной платы. И как раз вот этот посыл, который заложен, и предложения были от муниципальных образований, и этот посыл поддержал Игорь Владимирович как раз по стимулированию муниципальных образований, он заложен в рамках формирования бюджета на следующий год. И более 78 миллионов рублей будет направлено муниципальным образованием вот именно по результатам той работы, которую они провели в 2016 году. Почему 2016 год? Это отчетный год, который уже есть конкретной цифры, мы можем их уже применить к расчетам. И как раз вот эти показатели, они у нас предусмотрены в проекте областного бюджета. Александр, вот по поводу муниципальных образований, такой вопрос, вот зачастую главы муниципальных образований жаловали, что вот мы начинаем наращивать наш бюджет, да, а нам за это как бы снижают дотацию из области. И у нас, получается, нет смысла его наращивать, потому что мы здесь нарастим, а здесь мы потеряем. Вот как-то эта проблема будет решаться. Ну вот я, наверное, повторюсь, как раз вот это вот. Об этом речи идет. Я понимаю, нет, как бы вы про одну-то часть сказали, что их поощрять, да, вот насчет того, что будет ли им смысл решаться. То есть это им будет предоставлен отдельный вид межбюджетных трансфертов в конкретной цифровом показателе, в конкретной сумме, который будет предоставлен именно каждому муниципальному образованию по тем результатам работы, которые они достигли в 2016 году. То есть конкретно заработали плюс, вам будут предоставлены средства в плюсом, в эквивалентном выражении. Я хотел бы прокомментировать еще. Равным образом мы ведем себя с муниципальными образованиями, как федеральный бюджет ведет с нами. До нынешнего года. Я подчеркиваю, что в этом году формируется федеральный бюджет с учетом региональных особенностей. А так всегда ведь было. Расчеты на плюс, дотация на минус. Дотация снижается, да. То есть в принципе это на уровне всей страны то же самое было, что у нас было в области, да? Да. Сейчас изменяется. Сегодня региональные особенности, региональные проблемы, они решаются совместными усилиями федерального центра и регионов. В этом успех. И это правильно. То, что президент потребовал от Минфина, от правительства решить эту проблему. Ведь она нарастала не один год. А с чем вы связываете, да, как раз вот такой поворот? Ну вы хотите сказать с выборами президента? Не связывайте. Не связывайте. Нет. Ну просто назрел вопрос. Вы сами сказали. До какого-то предела дошло. Дальше уже немножко такая ситуация сложная стала. Есть регионы, где долги превышают собственные доходы. Мордовия, например, не ошибаюсь. Даже возьмите тот же Татарстан, там тоже самое имеются. Большие долги. Больше 100%. Поэтому... Поэтому это проблема, которая, если говорить о России, как в едином экономическом пространстве, то выделять отдельный регион и делайте вы что там хотите, только, значит, не трогайте нас, ну неправильно. И это услышано. Точно так же нам сегодня надо в последующей работе с муниципальными образованиями этот фактор, эти проблемы муниципальных образований принять во внимание и провести соответствующую работу. Я не говорю, что она будет однодневной. Это будет процесс, который будет в рамках уже исполнения бюджета последующего года, вот следующего года, его нужно будет проводить. До муниципалитетов эту позицию уже начали доносить. Вообще, чья задача и сколько придется на это все времени потратить? Был у нас вот этот семинар буквально перед публичными слушаниями за неделю, наверное. Где-то в начале октября тоже, да? Да. Я бы тут немножко хотел бы добавить. Мы, согласовав с Игорем Владимировичем, решили не просто вот с главами районов доводить вот эту позицию, которая сейчас новая. финансово-экономических взаимоотношений между районами и областью. Мы собрали всех руководителей районных дум. И с ними провели занятия. Лариса Александровна, Владимир Галович, контрольно-счетная палата. То есть, сегодня представители районных дум тоже понимают и знают, что от них зависит, как они будут принимать решения в районе. Что они заработают. Это все, о чем говорил Алексей Александрович, будет у них оставаться. Поэтому вот сегодня главное, чтобы районы это услышали, это приняли к исполнению и начали работать. Я скажу более того. Вот мы говорим о том, что у нас сегодня Вятские поляны получили, ну будем говорить, значение территории опережающего развития. Это соответствует свое налогообложение. Полностью заполнен тот технопарк знаменитый, о котором мы говорили. Много-много лет. Наконец-то он заработал. Благодаря правительству и действиям депутатов законодательства заработала Мурыгинская фабрика. Начал, уже отгружает готовую продукцию в завод 1 мая. Вот это говорит о том, что есть позитивные сдвиги и работа. И я вот говорил в своем начале, участвовать во всех программах. Сегодня программы моногородов. Это отдельное направление, которое тоже идет большое финансирование для наших вот именно малых городов. Поэтому вот все это вместе дают ту возможность для того, чтобы мы могли бы в целом область выполнить условия федерации. А здесь уже дать возможность работать нашим районам. И в довершение, Игорь Владимирович говорил, и такое решение будет принято, что главы районов, те, которые сегодня, ну будем говорить, наиболее активно занимают такую позицию, где, ну будем говорить, открывается новое производство, там идет расширение, там пахотной части, там земли, будут входить в состав правительства для того, чтобы они вместе здесь работали и вот именно принимали те решения, которые позволят районам развиваться. То есть помогать нужно тем, кто работает, так же, как говорит и федерация. Будете работать, мы вам поможем. Нет, ну тогда надо как-то там принимать более другие решения. Давайте сейчас делаем небольшую рекламную паузу. Напоминаем, что мы беседуем с Владимиром Быковым, руководителем, председателем ЗАГС Собрания Кировской области, Владимиром Бакиным, председателем Комитета по бюджетным налогам и ином доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств нашего регионального парламента и Ларисой Маковеевой, министром финансов Кировской области. Минута, и мы продолжим. Продолжаем нашу беседу. Вот как раз сейчас в перерыве заглянул на сайт Министерства финансов Кировской области с подачи Ларисы Александровны, руководителя Минфина. Да, действительно, тот, кто интересуется, может информацию эту, собственно, и найти и узнать в том числе об основных параметрах бюджета планируемого. Очень важная информация. Давайте еще немножко поговорим о планируемом бюджете. Вот вы упомянули о росте социальных расходов на социальные направления на 200 с лишним миллионов рублей. Что за рост такой? Мы дополнительные какие-то затрагиваем обязательства или это связано, не знаю, с повышением, с удорожанием, например, чего-то? О чем идет речь? Во-первых, в этом вопросе я, наверное, хочу отметить на следующем моменте, что в рамках тех того бюджета, который будет представлен сегодня на рассмотрение законодательному собранию, предусмотрены расходы на реализацию всех мер социальной поддержки граждан, которые у нас действуют на сегодняшний день. То есть те законы, которые приняты на уровне субъекта Российской Федерации, они нашли отражение в бюджете на следующий год и сумма средств, которая необходима, она предусмотрена в полном объеме. То есть на все 100%? Все 100% заложили. В то же время, несмотря на то, что новых мер каких-то социальной поддержки не предусматриваются, у нас все же расходы на данное направление у нас возрастают. Если тоже так, к примеру, порядку цифр сказать, что это около 5 миллиардов направляются у нас на меры социальной поддержки из нашего субъектового бюджета. Почему возрастают расходы? Потому что увеличивается количество получателей мер социальной поддержки. И количество получателей мер социальной поддержки, тоже назовут цифру, это где-то в пределах 480 тысяч получателей получают меры социальной поддержки из областного бюджета. Порядка 40% на сегодня. Вот считайте, даже, наверное, 30%. По-моему, больше 30. У нас миллион 300 сейчас. Около 40% получают меры социальной поддержки. Поэтому где-то на 200 миллионов увеличиваются расходы по сравнению с текущим годом. Это как раз связано с тем, что количество получателей мер социальной поддержки у нас увеличивается. И это как раз нашло свое отражение в бюджете. А если говорить о перспективе прогнозов на последующие годы, число получателей мер социальной поддержки будет расти? Но поскольку эта цифра достаточно расчетная, и очень сложно прочитать до копеечки, до количества, совершенно верно. Но на последний период идет некоторое увеличение получателей мер социальной поддержки. Увеличение идет, потому что и хотим мы, или не хотим, мы должны признавать, все-таки средний уровень жизни тоже повышается. И вот эта категория, она и увеличивается, из-за того, что повышается средний уровень жизни, и люди выходят, соответственно, на пенсию. Поэтому здесь, как Лариса Александровна сказала, это, будем говорить, жизненный процесс, который будет всегда. Так, продолжайте. На счет, наверное, возникают у слушателей вопросы индексации, будут ли проиндексированы меры социальной поддержки, то в рамках того бюджета, который представлен, у нас индексация предусмотрена только по тем мерам социальной поддержки, которые связаны с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Поскольку тарифы на коммунальные услуги все же возрастают, вот эти меры будут проиндексированы где-то на 4,8%. А другие меры социальной поддержки, они остаются на уровне текущего года, пока без индексации. То есть у нас каких-то дополнительных средств для того, чтобы проиндексировать расходы, пока нет. Давайте упомянем о том, где, в каких направлениях, возможно, нам придется ужаться. Вот, в частности, СМИ сообщили о том, что у нас некий мораторий установлен на ближайший год на увеличение штата госслужащих. Все верно, мы поняли? Значит, совершенно верно. Понясните, о чем идет речь. Мы не можем пройти от этого вопроса, поскольку на федеральном уровне, уже начиная с 2017 года, подписываются определенные соглашения с субъектами Российской Федерации, которые получают дотацию на выравнивание из федерального бюджета. И как раз в этих соглашениях прописываются определенные условия. Для того, чтобы субъект получал эту дотацию, мы должны выполнить то, что прописано в этих соглашениях. И как раз одно из условий, которые прописаны в соглашении, это не увеличение численности как органов исполнительной власти, так и органов исполнительной власти на местах, то есть в муниципальных образованиях области. И не увеличение численности в рамках наших учреждений. То есть это касается не только органов власти, но и наших всех подведомствах учреждений. Это и наши казенные учреждения, автономные, бюджетные. И как раз вот эта мера прописана не только в 2018 году, она уже действует и в текущем финансовом году. И мы тоже ввели мораторий в нашем законе о бюджете для того, чтобы выполнить условия с федерацией. Такой же мораторий вводится и на следующий год. То есть это не новая какая-то мера, это продолжение тех мер, которые приняты уже в этом году. А там можно ли говорить речь о каких-то высвобождаемых суммах? Нет, пока нельзя говорить. Главное, чтобы не было плюсов. Главное, чтобы не было, чтобы затратная часть этой меры на это. Она должна быть постоянно или на тот уровень повышаться, если это федерация повышает. Но не так, что мы захотели ввели какие-то новые должности, повысили заработки. Этого не должно быть. Уважаемые законодатели, Владимир Васильевич, Владимир Гаврилович, от вас, от законодателей... Я бы хотел еще дополнить, потому что мы сегодня говорим о социальной поддержке и так далее. Я хочу сказать, что в нашем проекте бюджета находит решение и финансирование реального сектора экономики. Вот вчера на слушаниях там назвал Мамаев, что там с легкой промышленностью? Легкую промышленность мы же не финансируем из бюджета, это понимать надо. Но сельское хозяйство мы финансируем, ЖКХ мы финансируем, и там объемы в рамках существующего бюджета сопоставимы. То есть помощь сельскому хозяйству и ЖКХ не снижается. Хотя, конечно, если брать точно по цифрам и брать проект бюджета, еще не окончательные цифры, конечно, там есть некоторые снижения, и об этом наверняка будут на первом чтении уже говорить, что необходимо увеличивать и так далее. Но если ранее говорили, мы могли бы идти на дефицитный бюджет, увеличивая какие-то расходы, сегодня этой возможности нет. Поэтому это условие надо рассматривать как объективная реальность. И выходить из нее просто у нас не будет никакой возможности. Нужно работать с тем бюджетом, который есть, в том числе и реальному сектору экономики. Владимир Гаврилович, Ранов, в течение следующего года, когда уже будет конкретно этот бюджет исполняться, вполне ведь возможно, что будут добавляться дополнительные доходы, и эти позиции насчет помощи тому же сельскому хозяйству могут быть излишни? Мы сегодня получили в рамках уже предстоящего законодательного собрания уже поправки к 2017 году. И это у нас четвертые поправки уже, да? Четвертые. Четвертые поправки по году. Я помню год, когда мы восемь раз рассматривали. Ну, плавающая экономика была плавающей, и прогноз тоже также был плавающим. Поэтому по исполнению бюджета принимается решение по изменениям. У нас остается буквально минута. Владимир Васильевич, хочу вас спросить, будут ли вопросы бюджета, финансов рассматриваться на совещании ассоциации органов законодательной власти Приволоско-федерального округа. 20 октября, да, пройдет у нас? 20 октября у нас состоится заседание, 51 заседание ассоциации законодательной Приволоско-федерального округа. Так прибудут все 13 председателей соответствующих органов, где госсовет, где законодательное собрание. Мы будем рассматривать там три вопроса. В рамках рассмотрения первого вопроса о сельском хозяйстве мы как раз будем рассматривать и вопросы финансовые. Потому что мы прекрасно понимаем, что тот рост производителей в сельском хозяйстве – это действительно та финансовая помощь, которая была оказана сельскому хозяйству. Поэтому, конечно, мы будем эти вопросы рассматривать. Они для нас важны. И в рамках Приволоско-федерального округа будут приниматься те решения, которые будут выходить как, будем, законодательные инициативы от Совета законодательной, соответствующей или Государственной Думы, или Совет Федерации. — Мы приглашаем вас и, собственно, по итогам этого совещания в нашу студию и по итогам уже 26 октября пленарного заседания. — Да, после того, как бюджет будет приниматься в первом чтении, то, мне кажется, надо к теме будет уже более конкретно вернуться именно к параметрам бюджета. — На 27-й. — Хорошо? — Непонятно, сколько затянется принятие первого чтения. Оно непредсказуемо. — Будем надеяться на лучшее. — Мы обязательно к вам придем. — Спасибо. Приглашаем. Владимир Быков, Владимир Бакин и Лариса Маковеева. Всего доброго. Завершается на этом первый час дневного разворота. Далее новости. И мы вернемся в следующем часе. — Всего доброго. — До свидания.